Они четко определяют свою роль в этом мире, не признают равнодушие и каждый день стараются делать жизнь лучше. В эфире действующие лица, главная героиня этого выпуска, председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации Мурманска Татьяна Печкарева. Вот расскажите, вы же вот когда чемпионство взяли, вам же сразу майора дали, да? Конечно дали. Ходит за нами, не знаем, что с ним делать. Удачный год для мурманского КВНа. Кто стал чемпионом и теперь отправится на международный фестиваль Кевин. И как показали себя наши юмористы в международной лиге. Три года мы не играли, но мы с новыми силами вернулись. Эрудиты Мурманска снова в деле. После трехлетнего перерыва в регионе вновь прошел открытый турнир «Что, где, когда». Днем защитная вина, стерка. Добровольцы от мала до велика. Для кого в Мурманске помогает смысл жизни и как стать частью городского волонтерского движения. Обо всем этом смотрите прямо сейчас. Татьяна, здравствуйте. Мы с вами встречаемся накануне наступления Нового года. Это всегда такое время, когда мы подводим итоги старого года и строим планы на новый. Предлагаю сегодня об этом поговорить. Добрый день. Конечно же, мы сегодня обсудим очень важные темы для молодежи. Начнем с события, которые все мы, жители Мурманской области, ждем с нетерпением. Уже на этой неделе определиться, станет ли заполярная столица еще и молодежной. 23 декабря в Москве состоится подведение итогов конкурса «Молодежная столица России» из семи городов, среди которых Калининград, Новый Уренгорь, Нижний Новгород, Красноярск, Тула, Владивосток и, конечно, Мурманск выберут победителя. Татьяна, я вас хотела спросить, на ваш взгляд, каковы шансы Мурманска на победу? Мое мнение личное, что у Мурманска действительно шансы есть, и мы будем с нетерпением ждать результатов, потому как вот то голосование, которое проходило, голосование, оно не является единственным критерием, который будет рассмотрен комиссией. И администрация города Мурманск, наш комитет, все, кто занимается молодежной политикой, конечно же, готовились к этому мероприятию, и была направлена заявочная книга, в которую вошли действительно очень такая важная информация. Все, что касается молодежной политики в городе Мурманске, в ней мы рассказали о тех направлениях, которые реализуются, направлениях молодежной политики, все это было сопровождено, конечно же, иллюстрациями. Но об этом я еще, мы поговорим, меня вот что волнует. То есть правильно я понимаю, изначально города выбрали, из 59, по-моему, городов собрали вот эти 7 финалистов, потом провели голосование, потом, насколько я знаю, к нам приезжали и смотрели, что у нас здесь, правильно? Один этап пропустили, группа амбассадоров от города Мурманска, это яркие представители молодежки города, люди творческие, интеллектуалы нашего города, представители молодежи съездили в Москву, в представительство Росмолодежи, где, собственно говоря, в таком очень, в живой обстановке, пытались доказать, что Мурманск действительно является молодежной столицей. Это был очень такой занимательный этап, можно было с ним ознакомиться. То есть все города, которые вошли вот в эту семерку, принимали участие вот в такой вот очной, скажем так, встрече, и доказывали, что каждый город достоин звания «Молодежная столица». А мы как доказывали, чем, о чем рассказывали? Мы рассказывали о тех ярких событиях, которые в жизни города Мурманска присутствуют, о наших традициях, о наших достопримечательностях, то, чем славится город-герой Мурманск. И рассказывали устами представителей молодежи, опять-таки, люди, которые действительно, представители молодежи, которых знают в городе Мурманске. Это были представители нашего замечательного КВН-движения, представители творческой молодежи, те, кто активно занимается и продвигает молодежную субкультуру, Слава Бурцев, да, со своим танцевальным движением. Да, совершенно верно. Юки Гассен, представитель научки. Это у нас был молодой человек, который занимается научной деятельностью, представлял Мурманский государственный арктический университет. И, конечно же, очень важная составляющая – это волонтёрская, представитель нашего городского волонтёрского центра. Ну и возглавлял делегацию руководителя Комитета по малонежной политике Мурманской области Егор Сергеевич Хаценко. В случае победы, что этот титул даст Мурманску? Вот для чего он нам вообще… Прежде всего стимул, да, стимул для нас, для всех – двигаться дальше позитивно вот в этом направлении. Действительно, если мы берём сферу молодёжной политики, мне есть с чем сравнить. Вот за последние годы, особенно вот последние два года, мы действительно видим, что очень активно тема молодёжки, она обсуждается абсолютно на всех уровнях, в том числе и на региональном, и на муниципальном. Мы ждём, прежде всего, конечно же, дополнительного финансирования. Это со стороны именно рожьей молодёжки. Конечно, совершенно верно. И ждём, конечно же, реализации тех проектов, которые задумали, и участия в проектах Росмолодёжи, которые будут предлагаться, в том числе, конечно, и в грантовой поддержке. Но это очень престижно, согласитесь, быть молодёжной столицей. Мы понимаем, что проблемы есть, их надо решать. Мы будем совместно прилагать усилия. Конечно же, в городе Мурманске представители молодёжи более 70 тысяч. Это те люди, которые находятся в возрастном диапазоне от 14 до 35 лет. То есть 20% населения города. 12 тысяч – представители студенчества, активная студенческая молодёжь города. Поэтому у нас есть действительно целевая аудитория, которая должна принимать активнейшее участие в развитии нашего города. Ну а самое главное – должна оставаться в городе по окончании тех образовательных организаций и свой вклад вносить в развитие города. Конечно, смена. Наша смена, конечно. Мы должны это передать эстафету. Поэтому максимально должны создать условия для молодёжи, чтобы молодые люди учились в городе Мурманске, то есть получали профессиональное образование. И, конечно же, оставались, работали, создавали семьи. Ну и дальше. Давайте подробнее поговорим о том, чем живёт мурманская молодёжь. Начать предлагаю с КВН. У него этот год особенно успешен, на мой взгляд, удался. 17 декабря состоялся финал Мурманской лиги клуба «Весёлых и находчивых». Наши корреспонденты побывали на месте. Сейчас расскажут, как прошло это мероприятие. А специально для финала мы подготовили очень весёлую песню про одноруких. Но, боюсь, они нам за это не поаплодируют. Юмористическая битва финалистов началась с визитной карточки. Исход вечера он не определяет, но точно задаёт настроение. В этот вечер на сцене шесть команд. Вот расскажите, вы же вот когда чемпионство взяли, вам же сразу майора дали, да? Конечно, дали. Ходит за нами, не знаем, что с ним делать. Иди отсюда за кулисами, постой. Коллективы разноплановые и не похожие друг на друга. Это и студенты «Магу», мурманские спасатели, работники судоремонта и не только. Действительно, игра должна получиться очень интересной, потому что нет явного фаворита. Все команды имеют практически равные шансы. Конкуренция серьёзная, заявили на финале. Но победитель всё же один. Чемпионом стала команда «ФСИН» «Шпроты». Ребята уже не первый сезон держат высокую планку. Именно они поедут в январе в Сочи на международный фестиваль «Кивин-2023». Татьяна, на ваш взгляд, такой скачок в развитии этого движения, я сейчас говорю о КВН, в нашем регионе, он чем обусловлен, с чем это связано? Ну, с популярностью. Но не бывает, скажем так, беспричинности. То есть, безусловно, прослеживается определённая связь. Вот на протяжении уже 10 лет, столько нашей Мурманской лиги КВН, на протяжении всех этих 10 лет мы активно развивали и доказывали, что Мурманск достоин представлять наш регион, наш город на площадках КВН, которые касаются других лиг. И действительно, они на пустом месте, потому что есть очень увлечённые молодые творческие люди. В своё время, когда мы это направление активно развивали, мы тоже поверили. Группе молодых людей, сборная города Мурманска, которые пришли в комитет и сказали, ребят, надо, помогите, у нас есть замечательный материал, нам надо... Продвижение. Да, нам надо продвижение, но для всего нужны, естественно, финансовые средства. Поэтому вот так вот вышли на площадку лиги за пределами Мурманска, да, и действительно их увидели, в них поверили. И вот такая, стремительный такой скачок, действительно, он осуществился. Потом у нас появились другие увлечённые творческие личности. И на сегодняшний день, действительно, вот в высшей лиге у нас сыграло уже достаточное количество команд, да. Сборная города Мурманска, Морская академия, сборная Снежногорска, Мурманск, столица Арктики. И город Мурманск, я вот с уверенностью могу сказать, потому что несколько лет ездила на фестиваль в Сочи, смотрела всё своими глазами, действительно ли так вот. Да, Мурманск знают, с нами советуются, нас слушают, нас уважают и в нас верят. Поэтому вот эта вот лига, которая существует, она даёт возможность сегодня действительно проявлять себя творческой молодёжи. Есть результат, да, он не просто так. Действительно, такой результат появился, потому что сегодня есть возможность соревноваться с друг с другом, да, показывать, брать интересные вещи от редакторов, которые, да, мы тоже приглашаем. Они приезжают, делятся материалом, просматривают команды, говорят ребятам, в каком направлении лучше двигаться. И результат две команды, сборная для вас, сборная за Озёрска, как раз вот в эти дни находятся в городе Минске, в Международной лиге КВН. Кроме того, фестиваль, который вот в выходные, да, прошёл, он действительно заключительный этап, вернее, да, финал нашей лиги КВН. Он, конечно, даёт возможность, сегодня вот в финале шесть команд участвовали, даёт возможность поучаствовать и показать себя на площадках федеральных. Опять в городе Сочи состоится фестиваль, где именитые жюри, представители клуба весёлых и находчивых будут отбирать команды в лиге, в том числе в Премьер-лигу, Международную лигу и, конечно же, Высшую лигу. Поэтому все шансы у нас есть ещё раз попасть на большой экран и заявить о городе Героя Мурманска. Кроме того, если мы говорим о развитии КВН-движения, конечно же, очень важно привлекать в наш регион команды из других регионов. И вот в этом году в сезоне лиги сыграли команды из города Петрозаводска и города Москвы и Санкт-Петербурга. Поэтому в следующем году мы тоже ждём, будем активно работать над тем, чтобы привлекать для вот этого состязательного процесса команды из других лиг, из других регионов. Это очень важно. Вообще КВН сегодня пользуется спросом с точки зрения новых команд. Вот я говорю о том, что зрители-то я знаю, да, у нас залы бесконечно забиты максимально, люди приходят и билеты раскупают за час. Но как много таких вот творческих людей с юмористической точки зрения вообще живут у нас в городе и в регионе? Как много приходят со своими новыми идеями, что называется? Либо мы уже определили, да, какой-то костяк, который у нас есть, там несколько команд, которые Вы назвали. И вот они пока вот на них делаем ставку. Или это постоянно пополняющийся ресурс? Мы заинтересованы в том, что как можно больше команд из других городов нашего региона привлечь к участию. Но если говорить о сезоне 2022 года, то 14 команд участвовало, да. И 10 команд из регионов, из нашего региона, из других городов Мурманской области, да. Процесс продолжается. Буквально вот на прошлой неделе прошел кубок ректора Мурманского государственного арктического университета. То есть ребята, которые являются студентами, тоже заинтересовались и имеют серьезный потенциал. Если в играх нашей лиги в этом году участие команда «Магу» принимала, то теперь у нас есть, у этой команды есть конкуренты. Поэтому все в наших руках, в руках творческой, увлекающейся молодежи. На этой ноте предлагаю ненадолго прерваться на рекламу. После продолжим. Оставайтесь с нами. Впереди много интересного. Действующие лица на ТВ 21 плюс продолжаются. Сегодня в гостях у нашей программы председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации Мурманска Татьяна Печкарева. После трехлетнего перерыва в Мурманске вновь прошел открытый турнир «Что, где, когда» на Кубок губернатора Мурманской области. Он собрал больше 80 команд. Подробнее в репортаже моей коллеги Элины Шагеновой. В одном из фильмов «Шукшина» используется стихотворение Некрасова о нем. Назовите его время. На лицах игроков видна сосредоточенная работа мысли. Делиться своими догадками члены команды «Черновик» пока не спешат. Руководствуясь своим названием, сначала переносит вопрос на бумагу, а дальше – неспешное детальное обсуждение. О победе не думают, стремятся получить удовольствие от игры. Это для нас отдых, да. То есть шевелить мозгами на время – это для нас своеобразная форма отдыха. Ну, какие ожидания от сегодняшнего? Никаких. Приятно провести время. Больше похохотать. А как-то готовились? Нет, у нас это всегда импровизация. Рядом знатоки с совершенно другим настроем. Преимущество 20-летнего опыта мурманской команды «Тундра» стало очевидным с самого начала игры. Пока мы ответили правильно все. Мы планируем выиграть этот турнир. Но конкуренция серьезная. В 20-м турнире «Что, где, когда» на кубок губернатора Мурманской области собрались порядка 80 команд со всей области и даже коллективы из Санкт-Петербурга. Три года мы не играли, но мы с новыми силами вернулись. Мы готовились к конкретному турниру, постарались сделать его изящно, с новой темой киношной. Совсем загружать людей кинотемой неправильно. Несколько вопросов про кино, конечно, будут. Но все-таки настоящий знаток должен разбираться во всех темах. Настоящий знаток, хорошие команды должны раскручивать вопросы из любых отраслей. На второй площадке за интеллектуальное лидерство борются школьники и студенты. Вопросы отличаются от тех, что задают взрослым. Тем не менее, справиться с ними тоже не так-то просто. Задал настроение молодежи Дмитрий Авдеенко. Абсолютный чемпион мира по «Что, где, когда», многолетний член телевизионного клуба знатоков и обладатель четырех хрустальных сов. Я подходил к командам с тем, чтобы они могли отвечать вслух. Все услышали, поначалу стеснялись, под конец разошлись и начали уже со мной шутить, передавать приветы своим одноклассникам и учительнице русского языка. Как раз передавала команда, которая долго спорила, как правильно писать слово «корсет» через «а» или через «о». В результате мнение большинства написали неправильно. И поэтому было смешно, когда они передавали привет учительнице русского языка. Дмитрий Авдеенко не только выступил в качестве ведущего, но и стал судьей турнира. Ожидания и настрой команды «Тундра» оправдались сполна. Они стали обладателями кубка. В молодежном турнире выиграла команда «Мурмянское радио». Элина Шагенова, Татьяна Лежняк, ТВ21+. Татьяна, бытует мнение, что интеллектуальные игры – это кубомонд. Это не для всех. Это для каких-то особенных людей. Попасть в их ряды не так-то просто. А действительно так у нас в городе? Насколько развито вообще это движение? Идут ли туда молодые люди? Очень востребовано. Вот вы сейчас показали сюжет. Мы видим, да, действительно популярно 80 команд на турнире Куба губернатора. В свою очередь хочу сказать, что администрация города Мурманска, наш комитет активно принимает участие в развитии интеллектуального движения в городе. Это не только игры «Что, где, когда», это еще «Брейн Ринг», это своя игра. Конечно же, активную помощь нам оказывает игра ТВ. Связи у нас достаточно уже установлены давно, очень теплые. Всегда чувствуется поддержка. Это и Кубок Арктики. Наш такой коронный, скажем, да, турнир в городе Мурманске, который мы проводим уже более пяти лет. И в этом году мы тоже его проводили, но ввиду того, что вот такие были еще лайтовые ограничения, он прошел не на полную силу. А так вообще Кубок Арктики собирает порядка 60-70 команд. За столами собираются команды не только из города Мурманска, еще и из наших городов нашей области. И всегда к нам приезжают представители из других городов нашей страны. В свою очередь хочу сказать, что очень активно нам помогают наши знатоки. Такие яркие личности, как Михаил Савченко и Алексей Бакуменко, сегодня имеют возможность защищать честь нашего города в городе Москве. Алексей Бакуменко играет в команде Андрея Козлова, и мы его регулярно видим в серии игр. Вот сейчас проходят зимние игры. И две недели назад Алексей получил «Хрустальный атом» как лучший игрок игры зимней серии игр. Конечно, это очень приятно. Очень приятно. И опять-таки повторюсь, что это труд, действительно. И этот результат, он обусловлен тем, что ребята шли к этому, к своему успеху. Но опять-таки, когда ребята получают возможность, те, кто увлечены интеллектуальным движением, играют в нашем регионе, соревнуются и знают уже, что есть команды, которые действительно сильные, и каждый год получают призовые места, занимают. Так было с командой «Норманы». И когда вот, скажем так, наступил момент, ребята постоянно становились чемпионами, я сейчас говорю о команде «Норманы», и хотели, конечно же, проявить себя на федеральной площадке. И вот тогда они обратились в комитет, мы дали возможность, ребята стали ездить в другие регионы, и даже за рубеж были игры в Армении, в Казахстане, и показывали действительно хорошие результаты. И вот, собственно говоря, результат вот этих состязательных процессов сейчас у нас имеет место. Вот ребята увидели, увидели представителей игры ТВ и пригласили играть на первый канал в знаменитый «Охотничий домик». Но сейчас мы говорим о интеллектуальном движении в нашем городе, в нашем регионе. Действительно очень достойные команды. Мы видели сюжет сейчас о команде «Тундра». Администрация города и комитет поддерживают эту команду. Очень серьезный потенциал имеют ребята. Для того, чтобы добиться такого результата, нужно, конечно, тренироваться. Поэтому мы всячески помогаем ребятам, и они имеют возможность тоже свои силы показывать на площадках других регионов. Вот они буквально в этом году у нас ездили в Минск соревновались, показали результат в Санкт-Петербург, в Калугу. Поэтому интеллектуальное движение очень важная составляющая, и развитие его, безусловно, очень важно, и вкладывать средства в это направление очень важно. Поэтому мы будем продолжать, и Кубок Арктики будет продолжен в 2023 году. И, конечно же, пользуясь случаем, хочу пригласить всех желающих участвовать и развиваться в данном направлении. Как раз был мой следующий вопрос. Как стать частью вот этого интеллектуального движения? Можно ли сегодня присоединиться к действующим командам или, может быть, создать свою? Что для этого необходимо сделать? Как раз в сюжете был Максим Кукушкин, он тоже представляет клуб «Полярная сова». Можно обратиться к ребятам. Кроме того, можно обратиться в виде молодежных центров, молодежь 51, сайт учреждения, обратиться с вопросом, мы все координаты дадим. Пользуясь случаем, вот 23 декабря будут подводиться итоги конкурса «Молодежная столица». И параллельно у меня есть возможность, пригласили представители как раз «Игра-ТВ» обсуждить вопросы развития интеллектуального движения, нашего взаимодействия в 2023 году. И буду обсуждать вопрос развития молодежной лиги интеллектуального движения. Она сейчас активно развивается в Москве при поддержке «Игра-ТВ». И вот хочу, чтобы это молодежное ритуальное движение... То есть вероятно, что она появится и у нас? Да, совершенно верно. Очень интересная тема, требует обсуждения. Вот обязательно этим займусь. И надеюсь, что у нас все получится. Но действительно, сейчас это, повторюсь еще раз, очень важно. И участников, тех, кто увлечен этой игрой, их очень много. Вот в сюжете мы тоже видели школьный зачет. Ребята очень увлечены. Поэтому и школьники, и студенты, и работающая молодежь, все в наших руках. Только нужно придавать... Воспитание юных интеллектуалов с самого детства. Да, придавать этому значимость и давать возможность площадке предоставлять для того, чтобы тренироваться. Вот в прошлом году проводили турнир. Тоже очень интересный. Приезжал Андрей Козлов в качестве ведущего. Мы проводили турнир по спортивной версии Brain Ring. Проводили его под открытым небом первый раз. Это было на нашей центральной площади, 5 углов. Закупили специальное оборудование. И действительно, тоже очень интересно было видеть команды, которые играли в абсолютно иной обстановке. Но... Вышли в зону комфорта. Совершенно верно. И имеем возможность дальше продолжать это. У нас есть оборудование. Поэтому есть задумка открыть школу интеллектуального движения. Молодежный центр сегодня тоже может быть трансформирован под этот вид деятельности. И опять-таки, я думаю, 23-й год нас ждет еще и в этом плане тоже. Планы грандиозные. Совершенно верно. Хотелось бы поговорить еще об одном популярном направлении среди жителей Мурманска. О волонтерском движении, конечно, его невозможно обойти. Насколько мне известно, именно центр развития волонтерского движения города может похвастаться таким самым наибольшим активом. Вы с этим согласны? Насколько я знаю, очень популярен именно этот центр. Согласна. Кроме того, центр реализует различные направления волонтерства с 2014 года. Можно сказать, что первым мы в регионе этот центр создавался. В свое время он еще имел такое предназначение, как штаб волонтеров Победы. И продолжаем, собственно говоря, работать в этом направлении. И очень важные направления волонтерства, я их назову, это же, конечно, событийное волонтерство. Волонтеры, активные помощники наших важных мероприятий городских. Ну, будь то День города, День молодежи. Конечно же, памятные мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. И вот знаменательные, скажем, мероприятия, подвига нашего народа. Ребята всегда помогают ветеранам, представителям общественных объединений ветеранских. Конечно же, хочу назвать одну из составляющих рестей. Это экологическое волонтерство, тоже активно развивается. И порядка 15 тысяч представителей волонтеров присоединились в этом году к различным городским акциям. Ребята очищали от мусора и работали в различных районах нашего города. Были на побережье Баренцева моря. Они очищали наш Кольский залив. Конечно же, активно участвовали в высадке деревьев. Ну, вот такие интересные заботы были в этом году. Кроме того, очень активно ребята участвуют в социальном волонтерстве. К сожалению, очень много сейчас, да, есть требующих заботы и внимания и безнадзорных, животных. Конечно же, требуют внимания ребята, которые находятся на длительном лечении в детской городской больнице. Это еще одна составляющая, и мы всегда видим активно откликающихся представителей молодежи для участия вот в таких важных проектах. Буквально вот тоже две недели тому назад стартовала акция «Новый год в каждый дом. Подарили там счастье». Центр волонтерский активно участвует. Мы на всех центрах молодежных принимаем желающих, кто хочет поучаствовать в акции. Она будет проходить до 26 декабря. Можно принести подарок. Этот подарок будет передан ребятам, которые проходят лечение, длительное лечение в Мурманской детской городской больнице. Это очень важное участие. И 28 декабря ребята передадут все собранные подарки ребятам, которые проходят лечение. И если будет эпид-обстановка позволять, то еще и покажут представление. Чтобы как-то поднять и наконец создать новогоднее настроение. Совершенно верно. Но я хочу сказать, что это не одна акция, которая проходит. Это действительно вот в течение года постоянно акции сменяют одна другую. И вот максимально занимаем, помогаем. А вот правда, что волонтерство в нашем городе, это не только про молодежь. Насколько я знаю, есть люди старшего возраста. Для меня это, кстати, стало сюрпризом. Что оказывается, люди 55 плюс тоже активные волонтеры. Как много их в нашем городе. Расскажите о них подробнее. Чем они занимаются? Серебряное волонтерство. Да, те самые. Да, это очень интересный вид волонтерства. Вы знаете, в городе Мурманске существует городской клуб старшего поколения. Сейчас в его рядах почти 3000 человек. Конечно же, когда создавался этот клуб, мы ставили свою целью занять вот эту целевую группу 55 плюс. Людей, которые уже ушли от своей профессиональной деятельности, находятся на отдыхе. Но тем не менее они полны сил. Они понимают, что они нужны обществу. У них богатый опыт. Только его нужно применить в различных сферах. Конечно, мы предлагаем для городского клуба старшего поколения мероприятия, которые пополнят их, допустим, багаж. Чего-то они не знали. Это информация об экономической безопасности. Об каких-то житейских вопросах, которые они не знали. Но в то же время имеется возможность сегодня у членов клуба старшего поколения делиться своим опытом и помогать тем, кто тоже нуждается. Ну, допустим, вот сейчас мы активно занимаемся помощью мобилизованным, семям мобилизованных граждан, и серебряные волонтеры тоже активно участвуют. Кто-то вяжет носки, рукавицы, теплые вещи, которые передаются туда, в зону специальной военной операции. Кто-то привлекает к написанию открыток, каких-то теплых слов, чтобы тоже передать. Принимает участие в сборе, опять-таки, в акции по сбору подарков. То есть вот своим теплом, своим опытом являются наставниками и привлекает к этому молодежь. Как примкнуть к этому движению тем людям, которые сейчас нас смотрят и тоже хотели бы помочь? Можно обратиться в отделы социальной поддержки, которые располагаются в здании административных округов города. И стать активным членом городского клуба старшего поколения. Расскажите, пожалуйста, о планах на следующий, 2023 год, у вашего ведомства. Что планируется, что в молодежной политике будет происходить в городе интересного? За что стоит зацепиться, запомнить уже сейчас и ждать этого момента с нетерпением? Ну, самое главное, я хочу сказать о том, что любое мероприятие, оно требует финансирования. Сейчас вот как раз закончили работу с бюджетом. Совет депутатов утвердил бюджет на 2023 год. Абсолютно он меня радует. Имеем возможность реализовывать программу «Молодежь Мурманска», создавать современные учреждения молодежной политики. Программа по брендированию и реконструкции наших учреждений молодежной политики будет продолжена. Мы будем работать над созданием молодежного пространства «Сопки». И в 2023 году, то есть оно появится в одном из районов города. Работаем сейчас в этом направлении. Всех планов пока не могу раскрыть, потому что конкурсная комиссия еще решение окончательно не приняла. Но, тем не менее, намерения такие есть. И средства тоже выделены. Конечно же, реализация тех проектов, о которых мы сегодня с вами разговаривали. Популярное в городе Мурманске интеллектуальное движение, КВН-движение, волонтерство, добровольчество. Все это будет продолжено. Закончится зима, пройдет весна, наступит лето. И замечательный проект «Лето в городе» тоже будет продолжен. Мы понимаем, что большое количество молодежи не имеет возможности выехать. Или выезжают это не все одновременно. Поэтому мы будем продолжать занимать досуг ребят, привлекать, опять-таки, молодежь к участию в наших мероприятиях. И тем самым доказывать, что Мурманск действительно является молодежной столицей. Но самое главное для нас сейчас дождаться результатов конкурса. Мы болеем вместе с вами. Совершенно верно. И надеемся на победу. Татьяна, спасибо вам большое, что сегодня пришли к нам в студию. Разговор получился полезным и интересным. Было очень приятно с вами пообщаться. Еще увидимся. Спасибо большое. Всем успехов. Это были действующие лица программы о людях, которые четко определяют свою роль в этом мире, не признают равнодушия и каждый день стараются делать жизнь лучше. Спасибо, что были с нами. С вами была Татьяна Куфенко. Увидимся на ТВ21+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова